И сказал он им притчу А потом сказал самому себе Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь Но так как эта вдова не оставляет меня в покое Защищу ее, чтобы она в конце концов не стала меня бить И сказал Господь Послушайте, что говорит судья неправедный Разве Бог не окажет защиты избранным своим Вопиющим к нему день и ночь И он являет им свое долготерпение В данном повествовании, содержащемся только в Евангелии от Луки Можно выделить несколько ключевых мотивов Главным из них являются неотступность моления и получение просимого Первое выражено в образе вдовы Которая имеет какую-то насущную проблему А второе – согласие судьи относительно удовлетворения ее прошения Святые отцы, касаясь аллегорического понимания притчи По-разному толковали образ судьи Так преподобный Максим Исповедник считал, что под этим новозаветным персонажем Подразумевается естественный закон, вложенный в человека Богом Закон, который извратился в нас вследствие грехопадения Адама и Евы Вдовой же называл преподобный вдовствующую душу, лишенную добрых дел Иначе толковали притчу блаженный феофилакт Болгарский Преподобный Иоанн Лествичник и святитель Игнатий Бринчанинов Усматривающий в образе судьи единого нелицеприятного Бога Которому взывает в образе вдовицы человеческая душа Стремящаяся избавиться от соперника дьявола Противоположного мнения придерживался священномученик Ипполит Римский Согласно которому под судьей следует понимать Антихриста Сына дьявола и орудия сатаны Ибо он начнет воцарившись превозноситься на Бога Истинно не боясь Бога и не стыдясь Сына Божия, судьи всех Однако святоотеческая мудрость видит в образе судьи и обычного грешника Понуждаемого непрестанной молитвой вдовы умилостивиться над нею Данный взгляд отчетливо выражен у преподобного Ефрема Сирина Который говорит, что судья из-за своего злобного нрава не хотел помогать вдове Но вследствие ее неотступных просьб и благодати Божией исполнил просимое Следует также отметить, что в притче не сказано о том, была ли праведна сама вдовица Но обращено внимание на настойчивость и неотступность ее в просьбах Отсюда можно сделать интересный вывод, освященный у блаженного феофилакта Болгарского Задаваясь вопросом, неужели Господь будет помогать и тогда, когда мы просим злого, вредного и неразумного Блаженный отвечал отрицательно, одновременно подчеркивая, что человек духовный и не будет просить чего-либо подобного в молитве Вследствие своей просветленности Какие же историко-культурные подсмыслы таит в себе это приточное повествование? Если взглянуть вглубь истории существования израильтян, то мы увидим, что согласно закону Моисея В городах и селениях должны были быть судьи, отправляющие свои функции честно, добросовестно и неподкупно Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог твой, даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим Чтобы они судили народ судом праведным, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров Ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь, Бог твой, даёт тебе Второзаконие, глава 16, стихи с 18 по 20 Здесь указан императив, долженствование справедливого суда Но на практике многое зависело от конкретных личностей и духовности народа в целом Христоматийный случай неправедного суда и открытого попрания закона Моисеева Изложен в Третьей книге царств в 21 главе Когда царь Ахав возжелал виноградник израильтянина Навуфея Но не мог его купить, ибо по закону Моисея наследственный надел не подлежал продаже После чего царица Иезавель инициировала неправедный суд И Навуфей был оклеветан, официально обвинён в богохульстве и казнён через побиение камнями За такое беззаконие пророк Илья изрёк проклятие на весь род Ахава Предрекая истребление всем его потомкам, а самому Ахаву соответствующую кончину Так говорит Господь, ты убил и ещё вступаешь в наследство Третья книга царств, глава 21, стих 19 Согласно Талмуду, течение судебного процесса изобиловало множеством подробностей Которые были направлены к тому, чтобы предохранить судей от неправильного решения Блажен судья, который даёт своему приговору время перебродиться Преступно ускорять день смерти осуждённого Вот основные положения, которыми должен был руководствоваться судья Еврейский закон был в высшей степени строг и разборчив в отношении к свидетелям Они брали на себя ответственность обвинения и в случае осуждения подсудимого на смерть Обязаны были являться по окончании дела и из собственных рук побивать обвиняемого В Мишне, первом письменном тексте, содержащем в себе основополагающие религиозные предписания иудаизма Сохранились слова заклинания, которыми судья напутствовал и усовищивал свидетелей передачей показаний Во всё время произнесения слов заклинания и последующих слов обвинения Свидетели обязаны были прямо смотреть в лицо обвиняемому Можно заметить, что для вынесения оправдательного приговора Судье требовалось значительно меньше усилий и времени, чем для обвинительного, тем более смертного Судья, обозначенный в притче Иисусом Христом, это уникальный, не похожий ни на что человек Который, как отмечено, Бога не боялся и людей не стыдился Евангелие от Луки, глава 18, стих 2 То есть судил, как хотел Отмеченное было невозможно в принципе, ввиду традиций Талмуда, возникших ещё в VI век до н.э. И по причине подчинения Иудеи на момент жизни Христа римской власти Таким образом, Божественный Учитель обращал внимание на парадокс, который не имел аналога в реальности Тем самым приковывая внимание к словам притчи Для слушателей Христа, как и для нас сегодня, данное приточное повествование служило примером того, как много может молитва верующего Вновь и вновь сквозь столетия мощным призывом звучат для нас слова Просите, и дано будет вам Евангелие от Луки, глава 11, стих 9 И мерцает образ скромной вдовицы, получившей просимое Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok